аэропорт франкфурта самый большой аэропорт в европе насколько же он большой представим каждые сутки в аэропорту франкфурта садятся или взлетает от 500 до 600 самолетов в час это порядка 25-30 самолетов каждый 30 секунд взлетает или садится один самолет много и это еще ничего но каждый из этих мерзавцев пассажиров норовит взять с собой чемодан а то и два представьте себя каждые 30 секунд взлетает или садится самолет который как правило набит пассажирами гора чемоданов кто же таскает эти чемоданы и как все это происходит в рту в аэропорту франкфурта вот об этом давайте вам и постараюсь рассказать мне это было интересно возможно это будет интересно вам а если это будет интересно вам будет хорошо мне начали вот вы избавились от своего чемодана сдали его на стойке регистрации на нее наклеили бирку и вот тут начинается самое интересное мало кто знает но под всем огромным аэропортом находится огромный подземный город где происходит самое интересное тут чемодан начинает путешествовать по горкам так она выглядит иногда здесь чемодан взвешивается еще раз проверяются обследуется не положили вот наркотики что это опасненькое нехорошая и на это работает очень много автоматики и не так много людей люди сюда преимущественно не допускается почему ну боятся воровства не хотят чтобы что-то у вас и чемодана пропало и считают что чем людей меньше тем безопасность больше все это набит автоматикой мы все трудно можно представить как же это все происходит поэтому смотрим итак вы свой чемодан сдали и он поехал дальше пройдя все эти американские горки он попадает ваш самолет и все же и все же не смотря на всю автоматику в аэропорту франкфурта на погрузки и разгрузки задействовано одновременно больше пяти тысяч человек ну хорошо мы славно попутешествовали и возвращаемся домой в германию во франкфурт а для этого существует уже вторая линия где чемоданы прибывают они опять повторно обследуются проверяются и вы их теперь хотите получить на своей ленте и тут чемоданы проходит не менее длинный путь путь от самолета до приема до ленты там где вы сможете их получить и пройти таможню и и и и и это багажа так много что длил прилетающих и улетающих пришлось создать различные этажи То есть, вся эта система под аэропортом, она многослойная, многоуровневая. Поэтому те чемоданы, которые летают, они не должны встречаться с теми чемоданами, которые прилетают. Сколько этажей подземных в аэропорту Франкфурта доподлинно неизвестно. Их много. Интересно. Я очень много раз улетал куда-либо из Франкфурта и возвращался, и опять во Франкфурт. Я ходил по аэропорту, пил кофе, ждал своего рейса, иногда долго, иногда он опаздывал ненадолго, иногда он пребывал раньше, немножко. Но первый раз я обо всем этом задумался, когда по работе попал именно в подземный аэропорт Франкфурта. На меня это произвело впечатление. Не могло не произвести. Это же мне хотелось и вам показать немножко. Просто посмотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Огромный, но в Германии не единственный. Есть еще и аэропорта в Минхене, в Штутгарде, в других городах. Они не такие большие, как в Франкфурте, но построены страницами недавно, и поэтому они как бы более технологичны. Дальше я вам покажу кусочек аэропорта Штутгарде. Это будет вам тоже интересно. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А вот автоматики и различных багажных линий еще больше, чем во Франкфурте. Собственно, этот аэропорт, он садовался как аэропорт на будущее, на развитие. Что когда-нибудь он должен сильно разгрузить аэропорт Франкфурта. Аэропорт Франкфурта уже не справляется со всеми этими перевозками. Если вам будет интересно, в следующем видео я вам попробую рассказать про аэропорт в Мюнхене. Там есть свои... Ну а на этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, поставьте парочку лайков. Мне это не помешает. Пока! До следующего раза! Субтитры Алексею Дубровскому!